Хорошо. Коллеги, добрый день. Сегодня у нас с вами очередная встреча в рамках подготовки научных текстов. И сегодня мы поговорим о том, как же нам написать оригинальную работу и сделать это не просто с помощью новых идей и так далее, что, конечно же, безусловно, для нас важно, но сегодня мы поговорим о том, как подчеркнуть эту оригинальность с помощью ссылок, чтобы выделить свои мысли, отделить их от других, как это можно сделать через этот прием. Итак, сегодня на вебинаре я предлагаю рассмотреть три важных момента. Первое – поговорить о том, что такое научная этика и культура в работе с нами, вообще зачем нам думать об этом, как это связано именно с нашей деятельностью, и рассмотрим те виды заимствований, которые существуют, поскольку мы с вами в работе над своим текстом обязаны опираться на работы других авторов, и заимствования у нас с вами в любом случае будут. Так вот, надо разобраться, какие они бывают, чтобы не допускать никаких ошибок или некорректных заимствований. Второе, о чем мы поговорим, о том, как корректно цитировать тексты в статьях и в диссертациях, выделим нюансы в этих вопросах и как раз-таки посмотрим, для чего это нам, когда мы должны ссылаться на других авторов и, соответственно, что это дает нашей работе. Ну и в завершении нашей встречи мне бы хотелось поговорить о соотношении ссылок и списка литературы, то есть что здесь у нас значимо, на что нужно обратить внимание и что важно учесть при работе над формированием тех источников, которые войдут в ваш список литературы, независимо от того, это список литературы для статьи или для диссертационной работы. Ну давайте будем начинать. И прежде всего мне бы хотелось пару слов сказать о том, что такое научная культура. Мне очень откликнулся взгляд профессора Ярковой Елены Николаевны относительно того, что внутри научной культуры, в этом пространстве, да, есть некоторые ценностно-смысловые идеи. И там два уровня можно выделить. Это некий внутринаучный уровень, то есть который нам говорит о том, в чем ценность и в чем смысл создания оригинальных научных произведений, то есть какие принципы и нормы мы должны положить в основу своей исследовательской деятельности. И по большому счету это как раз о сущности научного исследования, да, о том, как его проводить и так далее и тому подобное. А если же мы говорим о втором уровне, внешний уровень, он представляет собой вот те самые моральные принципы, которые связаны с регулирующей деятельностью науки, то есть как мы себя должны вести по отношению к другим исследователям, к другим авторам и к их текстам. И в этом смысле мы четко понимаем, что научная культура формирует то же самое и научную этику, да, то есть мы с вами, находясь в научном поле, когда занимаемся научными исследованиями, хотим мы этого или не хотим мы этого, мы попадаем в определенное поле, где есть совокупность уже устоявшихся, установленных, принятым научным сообществом норм поведения, что считается допустимым, что считается недопустимым, ну и, соответственно, определенная совокупность тех самых моральных принципов, на которых мы должны, на которые мы должны опираться, работая над собственным текстом. Какие здесь проявления нарушений научной этики вообще есть? Сегодня, да, мы будем говорить только об одном, только о том, когда создается какой-то неоригинальный, например, вариант, да, когда может возникнуть плагиат чужих идей, и мы будем говорить о том, как этого не допустить, как сделать так, чтобы наша работа была оригинальной, но тем не менее есть и другие проявления нарушений научной этики, может быть, кто-то из вас с ними в жизни сталкивался, в любом случае мы стараемся этого тоже в своих работах, в своих исследованиях не допускать. Что же такое нарушение научной этики, которое называется грозным словом «плагиат»? В этом смысле следует сказать, что это умышленное, да, умышленное действие, действие, когда автор хочет воспользоваться результатами чужого труда и, соответственно, выдать это за свои результаты. На слайде специально подчеркнула важный нюанс, что речь идет об охраняемых результатах труда, и тут возникает вопрос, а что у нас не все результаты труда охраняются законом, да, оказывается, что если мы с вами находимся в нашем научном поле, мы сейчас все остальное не трогаем, то важно понимать, что не все наши тексты защищены авторским правом. И вот у нас есть указания, которые четко показывают, что с юридической точки зрения авторской охране подлежит только диссертация, автореферат по ней не является самостоятельным объектом авторских прав. Почему это так? Потому что автореферат не существует отдельно от диссертации в научном поле, тогда, когда мы движемся с вами в защите диссертационной работы. Потому что автореферат является документом, содержащим внутри себя краткие положения диссертационного исследования. И поэтому эти тексты существуют как бы параллельно друг к другу, и основные идеи, главные идеи, ваши авторские позиции, они представлены в диссертации, именно поэтому она защищается. Если мы говорим о плагиате в таком вот формате, чтобы было понятно, что это все-таки такая серьезная ошибка, да, назовем, если мы ее допускаем, то есть у нас законодательство регулирует присвоение авторства, то есть плагиат, и вплоть до уголовного кодекса. И, соответственно, здесь, конечно же, речь идет о том, что это доказано, о том, что это крупный ущерб автору принесен. Да, там есть определенные нюансы, но, тем не менее, важно понимать, что это серьезное нарушение. То есть это не только нарушение этики, но это нарушение законодательных ограничений. И если мы говорим о плагиате, да, то у нас даже есть статья в уголовном кодексе, которая показывает нам, что здесь достаточно серьезные есть ограничения для наказания, если человек вдруг это совершает. Для того, чтобы мы с вами не создали какой-то плагиат, что называется, случайно, по незнанию, не потому что мы так захотели, а потому что у нас не было понимания того, а что можно, а что нельзя, наша задача с вами состоит в том, чтобы разобраться с теми заимствованиями, которые у нас в тексте могут возникнуть и возникнут в обязательном порядке, для того, чтобы понимать, что уже будет нарушением, а что не будет нарушением. Итак, давайте здесь посмотрим. Значит, у нас в научной сфере мы говорим в терминах правомерных и неправомерных заимствований. Правомерные заимствования, они бывают разные, и здесь надо сказать, что опять же виды заимствований, что называется, не мною придуманы, я специально вам на слайд выношу информацию, откуда этот материал, для того, чтобы вы могли углубиться и посмотреть. И если мы говорим о правомерном заимствовании, то самый верный вариант – это заимствование в научно-корректной форме. Что это означает? Это означает, что, во-первых, тут несколько параметров входит в то заимствование, которое является заимствованием в научно-корректной форме. Во-первых, это обоснованность применения чужого текста в своей работе. То есть цитирование не ради того, чтобы наполнить текст объемом, чтобы он стал больше, а для определенных целей. Какие у нас цели цитирования могут быть? Мы можем сравнивать наши исследования с чужим исследованием и показывать, в чем их различия. Мы можем обосновывать свою позицию мнением другого автора или другого исследования. Мы можем показывать недостаточность разработанности нашей темы, которую мы взяли для исследования, представив идеи других авторов и показать, что у них вот такой взгляд, а мы будем в своем исследовании изучать то, что недостаточно изучено. И в этом смысле такое цитирование, безусловно, является обоснованным, потому что у него есть научная необходимость применения этих текстов в вашей работе. И здесь, что очень важно, здесь вторым компонентом научно-корректной формы заимствования является наличие ссылки, что мы показываем, на чью работу мы ссылаемся. И третьим важным компонентом является то, что эта ссылка оформлена в соответствии со всеми требованиями и правилами цитирования. То есть мы ничего не нарушаем. Обоснованность, наличие ссылки, то есть указываем, кто автор, и ссылка оформлена верно. Вот это то, на что нам нужно сконцентрировать свое внимание и действие, когда мы пишем любой научный текст. Если мы говорим о правомерном заимствовании в научно-некорректной форме, то здесь, видите, есть нюанс, здесь есть небольшое отклонение. То есть с одной стороны первые два параметра, они присутствуют. То есть все обосновано. У нас есть цель, по которой мы привлекаем эти материалы в свою работу. Мы указываем ссылку, мы указываем автора, у нас есть ссылка. Но ссылка может быть оформлена с нарушениями установленных правил цитирования. По поводу того, как это в тексте выглядит, да, и так далее, мы чуть ниже с вами поговорим. Сейчас мы пока просто про сами формы заимствования должны разобраться, да, вот эти нюансы немножечко увидите, рассмотреть. То есть обращаю ваше внимание, что даже если все обосновано и вы ссылку поставили, но она сделана неверно, оформлена неверно, это уже такой нюанс, который может экспертам при проверке вашей диссертационной работы или вашей статьи, то есть любого научного текста, привести к некоторым затруднениям. Назову это так, затруднениям. Если же мы говорим о неправомерном заимствовании, то это как раз та ситуация, которая способна осложнить нашу жизнь как ученого, как исследователя, как автора текста. Что является неправомерным заимствованием? Неправомерное заимствование это ситуация, при которой автор одного произведения, пытается присвоить авторство на другое научное произведение и делает это следующим образом. Он не дает возможности читателю составить представление о реальном авторе и о месте, где располагается этот текст. То есть, по сути, в работе не указывается ссылка на автора и не указывается ссылка на источник. То есть, да, кто-то скажет, я забыл, но невозможно забыть вообще поставить все ссылки в работе. Поэтому, естественно, здесь уже осторожно, потому что это уже грубейшее нарушение, это нарушение требований, о которых мы чуть позже тоже с вами поговорим. То есть, вот этот нюанс мы с вами должны учитывать. Как не ошибиться, случайно не ошибиться, как понять, что я сделал все-таки правильно. Давайте чуть углубимся тоже в разновидности, да, неправомерного заимствования. Во-первых, это может быть дословное присвоение авторства. Вообще дословный текст, который вы берете в свою работу, называется цитатой. И если вы берете чужую цитату и при этом ссылка оформлена верно, но она стоит не в том месте, то что получается в тексте? Читатель или эксперт, который работает с вашим текстом, он не может установить, с какого момента текста текст не является вашим. Поэтому место постановки ссылки в тексте в научном имеет большое значение. Вы тем самым можете случайно, да, нарушить вот это положение. Каким образом? Что значит не в том месте? Мы, конечно, когда сейчас о корректном цитировании будем говорить, я об этом скажу, но сразу, чтобы сейчас было понимание, сразу же приведу вам пример. Предположим, вы в тексте ссылаетесь, на работу автора и, например, пишете. В работе такого-то, такого-то открываете квадратную скобку, ставите номер ссылки, ставите даже страницу, например, и пишете. Изучается то-то, 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 дальше идет какой-то текст, опять идет какой-то текст, 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 и дальше стоит точка. Вопрос. С одной стороны, вроде бы вы в начале абзаца отправили читателя к определенному источнику, к определенному автору. Ссылка же ведь стоит, и она стоит, вроде бы она правильная, то есть номер источника указан, и даже, может быть, страница указана. Но из-за того, что ссылка поставлена до текста, текста, мы не понимаем, с какого момента начинается этот текст. Он в этом предложении, или он следующий, десять предложений. То есть мы не понимаем, где этот текст заканчивается. Поэтому по правилу ссылка должна стоять в конце, после того, как вы эту мысль зафиксировали. Поэтому в начале, это, кстати, очень часто встречающаяся ситуация, вы можете посмотреть чужие публикации, чужие работы, диссертационные. И очень часто мы как рассуждаем, но ведь у него в работе так, я сделаю точно так же. Нельзя, друзья, нужно вот эти нюансы понимать, для того, чтобы себе проблему не создать. Следующий вариант дословного присвоения авторства, когда ссылка вообще отсутствует. То есть тоже может быть указан автор, в работе Иванова, там, такого-то, такого-то, да, но вообще ссылка не стоит. Мы не понимаем, какой конкретно работе этого автора. Уж не то, что на какой странице. Мы не понимаем даже, в какой работе искать. При этом иногда возникает, ну, может быть, не умение авторов работать с литературой, а может быть, такая хитрость, сложно сказать, не хочу никого обвинять. Но бывает такая ситуация, что, например, в списке литературы источник указан с этим же автором, но ссылки в тексте, в самом тексте нет. Вот это некорректно, неверно, и, соответственно, мы так с вами делать не будем. Ну, и еще один вариант неправомерного заимствования, это когда исследователь рассуждает следующим образом. Я не буду брать цитату. Вот видите, первые два варианта, да, вот у нас вот здесь, как я сейчас возьму, вот первые два варианта, это дословное присвоение авторства, то есть там есть прям цитата, только она, например, не заключена в кавычке, и вот либо нет ссылки, либо ссылка стоит не в том месте. А вот во втором случае, когда мы вот этот вариант рассматриваем, это немножко другая ситуация. Это ситуация, когда автор текста рассуждает примерно так. Я изучил работу того же Иванова. Мне в этой работе понравился там вот этот вот кусок, и, например, этот кусок большой, там он может быть страницу или две, и человек понимает, что он не будет заключать в кавычке текст такого объема. И он решает, что он эту мысль перескажет своими словами. И он вот эту мысль, которая размещена у другого автора на одной или двух страницах, то есть на достаточно пространном, да, куске текста, пересказывает, где-то заменяет выражение, где-то меняет местами слова, где-то реально пересказывает. И самое главное, он примерно считает так, но я же это пересказал, этот текст теперь мой, я вообще ничего из первоначального текста не взял, поэтому ссылку я не ставлю. Это ошибка, друзья. Если у вас такие мысли бывали, это заблуждение, так делать не нужно. Понятно, что иногда, опять же, такое неосознанное, да, может быть, позиция в каком-то смысле, хотя это должно быть понятно, что если мы хоть что-то берем у другого автора, мы должны это показать. Поэтому ссылку на автора при этой ситуации мы тоже обязаны поставить. Как это делать, если у меня нет кавычек, да, я же не цитирую его. Мы с вами чуть позже, прям я на примере покажу, но сейчас просто вам словесно объясню ситуацию. Наша задача в этом случае, когда мы пересказываем, да, используем парафраз для сокращения мысли другого автора и приведения ее в своем тексте, основная идея состоит в том, что мы все-таки должны читателя или эксперта направить, что вот откуда, из какой работы мы эту мысль берем, и после того, как мы эту мысль своим коротким способом, да, более сжатым текстом сформулировали, вот ссылку мы опять должны поставить в конце. То есть наша с вами задача постоянно, постоянно внутри нашего научного текста делать, как будто бы заключать текст, чужой текст или свой текст, основанный на пересказе, как бы исследовании другого автора, как будто бы в определенную, такую выделенную зону. И либо мы эту зону создаем кавычками, если это дословно, если это цитата, если же это не дословно, то мы создаем отсылкой к автору, например, и постановкой ссылки в заключении, изложении этой мысли. Я надеюсь, что эта идея понятна. Значит, основное, что, как проверить себя, правильно у меня все сделано или неправильно. Очень простой вариант. Поставьте себя на место читателя и ответьте себе на вопрос. Есть вот это вот в тексте или нет? Значит, если в тексте вы используете правомерное заимствование в научно-корректной форме, то читатель прекрасно понимает, какой текст ваш, какой текст не ваш, из какого источника, то есть, соответственно, кто автор, и из какого источника этот текст взят, и при желании он может пройти по этой ссылке указанной, изучить эту работу и на указанной вами странице найти то, о чем вы говорите в тексте. Это очень важно. Понятно, что мы с вами должны заботиться о читателе наших научных трудов, но когда мы пишем диссертационную работу, мы должны понять, что ваша работа будет проходить экспертизу. И уважающий себя эксперт, да, он, может быть, не каждую ссылку у вас проверит, но он обязательно проверит ссылки, которые вы даете, насколько эти ссылки выполнены качественным образом, насколько то, на что вы ссылаетесь, отражает тот текст, который вы приводите в своем научном труде. Если мы говорим о научно-некорректной форме, то читатель понимает, что текст заимствован, это видно из текста, но ему сложно понять, откуда он заимствован или с какого места текст заимствован. То есть, если вы сами читаете свою работу и у вас это затруднение возникает, значит, проверьте, то, как оформлено у вас цитирование, значит, оно оформлено не совсем верно. Ну, и если мы говорим о неправомерном заимствовании, то здесь читатель пытается, да, он, может быть, прям старается понять, но он не может понять, потому что он введен в заблуждение, и ему кажется, читая этот текст, что автор этого текста тот, кто указан в начале статьи как автор или указан как автор диссертационной работы, то есть читатель не может соориентироваться ни с точки зрения авторства, ни с точки зрения начала и конца текста, который не является текстом нашим. Поэтому здесь, конечно, мы с вами на это внимание очень такое тщательное обращаем, проверяем, и возникает вопрос, кто же будет у меня интерпретировать, где у меня там заимствование, где у меня не заимствование, каким образом это все будет делаться и так далее. На самом деле вариант это не единственный, но на слайде я вам привожу скрин с сайта системы антиплагиат, которая является системой как раз-таки обнаружения текстовых заимствований. И если вы, например, после сегодняшнего вебинара или в принципе, когда вот начинаете, вроде на вебинаре все понятно, а когда начинаешь работать с текстом, что-то непонятно. Или вам нужно выяснить нюансы того, как проверяется ваш текст. Может быть, вы захотите его сами проверить более перед тем, как показывать свою работу или отправлять ее на публикацию, например, то вы можете сами пройти вебинары, которые проводят, открытые вебинары, которые проводят компания антиплагиат. Для этого нужно зайти на их сайт и в разделе обучения посмотреть, какие у них есть мероприятия. То есть здесь вот нюансы именно с точки зрения проверки стоит посмотреть именно у них. А нюансы действительно есть. Почему? Обратите, пожалуйста, внимание, поставьте, пожалуйста, мне в чате, да, те, кто осуществлял проверку своих текстов когда-нибудь в системе плагиат. Отлично, отлично. То есть с функционалом в целом понятно, что когда мы занимаемся исследованиями, мы знакомы, но обращаю ваше внимание, друзья, что система не находится в каком-то застывшем состоянии, они все время вносят новые доработки, у них постоянно происходят обновления. И вот на одном из последних вебинаров Ирина Борисовна как бы обратила внимание пользователей на то, что в системе произошли изменения. Я прям взяла слайд из ее презентации к вебинару. Можете посмотреть этот вебинар. Что касается новшества. Вспомните, вот я не случайно спросила, проверяли вы или не проверяли свои документы. Вот глядя на этот слайд, те, кто проверяли, вы заметили изменение какое-то в категориях? А все остальные участники у нас не знакомы с этим сервисом? Да, абсолютно верно. Раньше вместо раздела совпадения вот этого пункта, да, был пункт заимствования. И вот то, о чем мы сейчас с вами говорили выше, о видах заимствований, была путаница, потому что вы видите, сколько их разных. Есть правомерные заимствования, есть неправомерные заимствования, да, есть корректные и некорректные. И когда в отчете мы получали, вот вместо термина совпадения у нас было написано заимствование, это многих вводило в заблуждение. И сейчас я просто в каком-то смысле порадовалась за то, что в сервисе вот это изменение произошло, потому что оно реально внесло ясность, да, вот ясность. Смотрите, значит, когда мы с вами проверяем свой текст или эксперт осуществляет проверку нашего текста, он видит следующие категории. Цитирование – это то, что у нас заключено в кавычках, это то, что мы выделили, да, либо это вот некоторые дополнительные шаблоны или библиографические описания, которые сюда относятся, что называется, автоматически. самоцитирование – это то, что это наш текст, который мы раньше уже где-то публиковали, мы его здесь использовали, мы сейчас чуть попозже об этом поговорим подробнее. И вот этот блок совпадения означает лишь то, что тот текст, который есть в вашем научном тексте, он уже где-то был найден ранее. А каков этот текст? Правомерное-то заимствование, неправомерное-то заимствование в научно-корректной, в научно-некорректной форме, да, это следующий шаг проверки, который должен осуществлять эксперт, да, и в ручном режиме смотреть, что это за получился вот этот процент совпадений, за счет чего он такой или другой. Ну и оставшаяся четвертая часть – это оригинальный текст, это текст совпадений, в котором не найдено. Таким образом, если вы получите уже сейчас в новых условиях отчет о проверке, чтобы вы не пугались, это официальное обновление, которое прошло в сервисе, и вот оно таким образом для нас по-новому показывает некоторые наши моменты. Обращаю ваше внимание, что суммарно, естественно, это представляет собой 100%. Значит, что касается самоцитирования, обещала сразу же сейчас об этом поговорить, чтобы мы об этом не забыли. Что такое самоцитирование? Это использование своего же текста, который опубликован, вот это очень важно, он опубликован, он уже где-то прошел в журнале, в монографии, еще где-то, и вы его используете в другом научном тексте, который тоже будет предъявлен научной общественности. Он будет либо опубликован, либо как диссертационная работа, это же не опубликованная работа, но это работа, которая подвергается экспертизе и которая будет размещена на сайте ВАГ. То есть ее будут проверять. Следовательно, что мы с вами должны учитывать? В чем проблема самоцитирования? Мы с вами знаем, что если вы пишете диссертационную работу, то к вам ВАГ предъявляет официальные требования. Эти требования изложены в положении о присуждении ученых степеней. Обращаю ваше внимание, что я даю вот здесь редакцию последнюю, то есть положение вот относительно недавно менялось. И здесь у нас что, какое требование к нам предъявляют? Нам говорят о том, что научные результаты диссертационного исследования должны быть опубликованы в рецензируемых изданиях. Что это для нас значит? Это значит, что мы с вами новизну нашего исследования обязательно должны опубликовать. Кроме того, мы не можем с вами взять и опубликовать одну статью. У нас есть норматив по количеству статей в зависимости от того, какую диссертацию вы готовите и по какой специальности. Если это кандидатская, это две, три обязательных, подчеркиваю, обязательных, по требованиям, не значит, что это всего публикации. Если мы говорим про докторскую диссертацию, то это совершенно другие количество, там, 15, например, публикаций. То есть понятно, что нас с одной стороны обязывают это опубликовать. И тогда возникает вопрос, могу ли я взять все свои статьи, соединить и разместить в диссертационную работу? В нашей российской действительности нет. По крайней мере, у нас нет документально подтвержденного права у аспиранта сделать так. И когда я слышу, что эксперты говорят, что так и нужно делать, сделать-то вы так можете. Но ваша работа, мы же в реальной жизни с вами живем, да? То есть когда вы подадите такую работу в диссертационный совет, скорее всего, вам такую работу не позволят провести в защиту в этот диссертационный совет. Потому что диссертационный совет сам будет остерегаться этого, чтобы к нему не было никаких претензий. И несмотря на то, что у нас есть такая возможность, мы можем брать свой текст, ранее опубликованный в работу, но мы обязательно должны отметить это обстоятельство в диссертации. То есть мы сами на себя тоже должны сослаться. Мы, конечно, обычно рассуждаем очень просто, когда мы говорим, что ну это ж мой текст, это ж я автор этого текста, это я свой текст раньше опубликовал, а сейчас я захотела и взяла в диссертационную работу. Но на слайде мы опять же видим, что пункт 14 положения о присуждении ученых степенях нас обязывает, то есть это не ваш выбор, это ваши обязаны. Вы должны обязательно указать, где, какой фрагмент, о чем этот фрагмент, или его заключить в кавычки, или еще что-то. То есть мы должны это обязательно с вами сделать. Ну и если мы говорим о самоцитировании, то есть когда мы используем текст ранее опубликованных статей или, не важно, монографии, то есть не важно, припринт ли вы опубликовали, соответственно, мы должны сделать так, чтобы и читателю, и эксперту это обстоятельство было понятно. И смотрите, когда мы даже в категориях, в терминах антиплагиата размышляем, то мы видим, что здесь у нас фрагменты, совпадающие автором или соавтором которого является автор проверяемого документа. Как система узнает, что этот текст принадлежит вам, если вы не поставили на себя ссылку? Никак. То есть она просто, этот текст зальется, как текст совпадения. Да, возможно, эксперт на следующем шаге, в ручном режиме увидит, что, оказывается, этот текст залит, но он находится вот в такой-то работе, а это работа ваша. И, может быть, даже эксперт пойдет вам навстречу и посчитает, что это является самоцитированием, но пункт 14, положение о присуждении ученых степеней, вы в этом случае нарушите. Так, вопрос о докторскую, только по докладу и автореферату, можно защитить, имея нужное количество публикаций. Таисия, да, у нас сейчас есть такой формат защит диссертационных работ, он официально утвержден, когда диссертационная работа, докторская, не пишется, не пишется вообще. Защита происходит на основе того, что автор, претендующий на такую защиту, предъявляет определенное количество определенных, да, простите за таптологию, публикаций. И если это соответствует требованиям ВАГМС, ВАН и в следующую встречу нашу будем как раз говорить о публикациях в рецензируемых изданиях, и я об этом обязательно скажу, что от такой возможности, потому что, может быть, кто-то сочтет для себя этот путь более благоприятным, коротким и так далее, да. Поэтому, да, такая возможность существует. И тогда, как бы, вот эта проблема, что я опубликовал, и мне не надо что-то там переделывать внутри своей темы, уже текста докторской, да, она как бы снимается. Но там достаточно жесткие требования по публикациям. Сегодня об этом не будем говорить, а в следующий раз обязательно я все вам об этом расскажу. Ну, и тогда возникает вопрос, меня заставили, значит, опубликоваться, ну, как заставили, требования ко мне предъявили, я опубликовался. Может быть, я тогда хотя бы могу обойтись без заимствований? Может быть, я тогда у других авторов не буду там ничего брать, да? Нет, мы не сможем с вами обойтись без заимствований по той причине, что мы с вами должны опираться в науке. Мы же не первоискатели, может быть, нам хотелось бы быть таковыми, но мы ими не являемся. До нас уже ряд исследователей изучали нашу тему, и мы с вами должны показать, что мы знакомы с этими работами, поэтому мы обязаны ссылаться на авторов и на те работы, которые мы читаем, опять же, в соответствии с пунктом 14. Если мы нарушаем пункты положения о присуждении ученых степеней, мы можем иметь очень серьезные последствия, и я сейчас не о том, что к нам могут предъявить претензии с точки зрения плагиата, у нас могут просто даже утвержденную степень забрать, да? Поэтому вот здесь нужно быть аккуратным. Часто возникает вопрос, ну, с диссертациями хорошо, все понятно. А если я готовлю текст статьи или текст монографии, то есть ли, какое-то у меня же должно быть понимание, сколько я могу заимствовать. Опять же, вот термин заимствования не должен нас вводить в заблуждение. Помните, мы сейчас только с вами виды рассмотрели, что если мы говорим о некорректном, неправомерном заимствовании, то таких заимствований у вас должно быть 0%, то есть они вообще запрещены в принципе. Но правомерные это заимствования допустимы? Какой процент правомерных заимствований допустим? А вот на этот вопрос вам отвечают либо, если вы готовите статью, то нам с вами прежде всего нужно посмотреть требования издателя и ориентироваться на эти требования. Если мы готовим монографию, нам нужно посмотреть внутренние локальные документы, если вы в научной организации или в образовательной, какие требования предъявляются к монографии, какой процент правомерных заимствований допустим, и уже ориентироваться на эти проценты. Если же мы говорим о диссертации, в диссертационных работах есть какой-то такой процент? Могут мне его установить или не могут? Опять же, показываю вам ссылку на публикацию, в которой идет речь о том, что не могут быть никакие пороговые значения, которые устанавливаются для неправомерных заимствований. То есть плагиата должно быть ноль. А вот если вы заимствуете правомерно, то да, они безусловно могут быть, но этот процент официальным образом тоже нигде не закреплен. Опять же, возвращаясь к реальной действительности, когда вы подадите свою работу в диссертационный совет, в любой диссертационный совет, вам все равно, что называется, тихонечко скажут, на какой процент вам нужно сориентироваться. то есть это все равно будет заявлено. Поэтому мы вот с вами в таких условиях находимся, хотя официально это, конечно, не закреплено. Как вы видите, достаточно много есть всяких нюансов. Если вам важно разобраться в таких нюансах, в этих нюансах, нюансах сработать над текстом, над публикацией, и так далее, я с радостью буквально пару слов скажу о курсе, и, соответственно, приглашу вас присоединиться, я буду рада нашей компании, где мы с вами поговорим о том и посмотрим, поучимся и вообще попишем диссертацию, и вы поймете весь путь от начала до конца, то есть, собственно говоря, от того, что такое диссертация, как спланировать работу, как генерировать идеи, как сформулировать новизну и о том, как работать с литературой, более детально поговорим, и о том, как работать, естественно, с текстом, как подготовиться к защите, чтобы в рамках, допустим, выступлений ваших на конференциях, чтобы у вас на защите вам было проще. Безусловно, поговорим о том самом автореферате, который не защищается авторским правом, что это за удивительный такой текст и как его правильно писать. Ну и, конечно, посвятим время разговору о том, как сделать так, чтобы защита была успешной, потому что диссертация это такой интересный вид научного текста, который недостаточно написать. У вас может быть изумительная диссертация, но ваша задача еще состоит в том, чтобы этот текст защитить. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть потребность в этом, приходите. Я постараюсь вам всячески помочь на вашем пути. Так, у нас есть вопрос, чаще всего требуется процент оригинальности. То есть я с вами согласна, но это, вы знаете, мне кажется, что это вот в контексте того, что мы сейчас говорили, процент оригинальности может быть не очень высокий, если внутри статьи есть самоцитирование, потому что у нас самоцитирование и оригинальность – это разные строчки при проверке. Поэтому вот в этом смысле, наверное, процент заимствований, он здесь может быть правомерных заимствований, он может быть более понятен был бы автору. Но это уж редакторам виднее. Ну а теперь давайте пробежимся еще по одному очень важному моменту. Как же корректно оформлять цитирование в статьях и диссертациях? Что нам для этого нужно делать? Вообще, следует сказать, что грамотное цитирование – это не только научная культура, это не только показатель того, как вы представляете себя как эксперта, как исследователя, насколько вы достойно себя ведете по отношению к другим авторам. Цитирование является важным и для вас, лично для вас, как для автора работы. И некоторые авторы находятся под влиянием такого мифа, особенно касательно диссертационных работ, что, ну подождите, если я сделаю в диссертации много ссылок, то все подумают, что у меня там нет никаких оригинальных идей, у меня нет новизны, что я просто показал исследования других авторов, и все. На самом деле, конечно, друзья, это миф, это иллюзия, потому что качество используемых источников, количество вот этих цитат, которые у вас есть, их уместность по объему и, как мы сказали, по цели внедрения этого текста в ваш текст, показывает вообще другое. Это показывает глубину того, насколько вы, как автор, погрузились в тему исследования, насколько вы изучили то исследовательское поле, которое было, что называется, перепахано до вас. Вы тем самым можете более обоснованно говорить о выводах. Когда мы пишем диссертацию, наши выводы и рекомендации должны быть обоснованы. Они не могут быть обоснованы только вашим мнением. Ну и, естественно, а как без цитат, без ссылок мы можем показать, где мое, а где чужое? Ведь, по сути, цитата – это как раз тот некий якорь, который показывает, позволяет вот это отделение осуществить. Поэтому на самом деле нам с вами выгодно ставить ссылки, цитировать, но делать это совершенно правильно. Для этого нам нужно понять, а когда же мне нужно ставить ссылку в тексте? Такой вопрос, который у кого-то, наверное, в голове имеется, и, может быть, ответ на этот вопрос не всегда корректный. Давайте с этим разберемся. Во-первых, безусловно, мы с вами должны поставить ссылку тогда, когда у нас есть в тексте цитата. И когда мы пишем, ссылаемся на автора и прямо непосредственно берем тот текст, видите, он находится в кавычках, цитаты всегда заключаются в кавычке, и мы берем непосредственно тот текст, который в своей работе разместил автор. Мы указываем не только номер источника, но и страницу, на которой находится эта цитата. Это правильно, потому что, например, когда я являюсь официальным оппонентом на диссертационной работе, я должна проверить, я же не буду весь 15-й источник проверять, значит, есть эта фраза или нет. Поэтому, конечно, страницы рекомендовано ставить, и это очень важный компонент. Но страницы не всегда мы можем поставить, и вообще это очень сильно зависит, например, от специфики вашей специальности. Например, у медиков, у технорей фактически не ставятся в работах ссылки, вы можете это посмотреть, обратить на это внимание. Если же мы, наоборот, говорим о более таких гуманитарных специальностях, то там ссылки будут обязательно со страницами, потому что ссылок будет очень много, и, соответственно, может быть, даже несколько раз автор будет ссылаться на одну и ту же работу, и поэтому он будет ставить ссылки. Второй момент, когда нам нужно поставить ссылку в тексте, когда мы перефразируем текст другого автора. Когда мы, вот пример, пожалуйста, из диссертационной работы, я специально не стала указывать авторов этих диссертационных работ, дабы не кого-то там не задевать, да, просто как учебный пример вам показываю, как это может быть реализовано в тексте. То есть, пожалуйста, автор, кратко объясняет подход другого автора, это медицинская диссертация по тексту, понятно, да, и вот вам, пожалуйста, пример, что здесь нет страниц. Если вы выполняете работу в гуманитарной специальности, и вы тоже сокращаете большую мысль другого автора, например, до одного абзаца, вы можете в скобочках поставить страницы и указать вот этот вот разбег страниц, с которого вы сформулировали эту свою более короткую мысль. При использовании идеи, которую уже ранее высказал другой автор, то есть, мы ее даже особо-то не развиваем, эту идею, мы, может быть, просто даже ее указали, да, и вот, пожалуйста, работа по педагогике, и вот такая фраза, идея, необходимости учиться всю жизнь, выдвинутая еще там ушинским, и вот то-то, то-то. И идет ссылка вот здесь, совершенно нормально указать ссылку на работу, потому что я посмотрела этот источник, там просто из любопытства, да, уже привычка такая профессиональная сработала, в источнике реально, ну, весь источник посвящен вот этому, да, сложно, может быть, выбрать страницы, хотя при желании их можно было тоже указать. Следующий, может быть, неочевидный момент, но вот на это нужно тоже обратить внимание, если, друзья, мы с вами используем данные, которые вы получили, либо официальные статистические данные, либо это какой-то источник, сайт, например, официальный, я не знаю, какого-то министерства, или это данные из исследований других авторов, например, да, и вы прямо берете у них либо отдельные цифры, либо полностью таблицу, то есть вы обязательно должны, посмотрите, под таблицей, по-разному может быть оформление, опять же, здесь вот нюансы оформления очень сильно отличаются в связи с вашей специальностью, вот на курсе мы как раз вот эти нюансы рассматриваем, я смотрю, кто участники группы, и под участников группы выбираю примеры, то есть как формулировать новизну в конкретных специальностях, как делать вот это в конкретных специальностях, чтобы максимально было для участников полезно, и вот здесь видите, как правильно сделано, да, эта табличка вот в том виде, в котором она представлена в диссертационной работе, она нигде не существует, то есть ее автор целиком нигде не взял, и поэтому написано, составлено автором из и указаны источники, откуда были взяты данные, и если вы перейдете по этим источникам на эти страницы, вы увидите, что часть данных оттуда, часть данных оттуда, и, пожалуйста, вы можете проверить, что эти данные действительно есть в этих источниках. Еще один неочевидный повод указать ссылку, это когда мы с вами используем чью-то иллюстрацию. Сейчас очень много материала, очень много научных центров и организаций, да и образовательных, проводят комплексные исследования, и, возможно, вы как раз занимаетесь исследованием в этой области, и вы видите в их работах удачную визуализацию. Эта визуализация может быть очень сложной, например, и переделать ее, как бы переповторить, да, нет в этом по большому счету смысла. Тогда что мы делаем? Тогда мы вставляем этот рисунок свою работу, подписываем этот рисунок, как того требует наша работа, это вот пример из статьи, и мы указываем, откуда вы взяли этот рисунок, то есть источник вот этого рисунка, вот эта статья, конкретная страница, вы можете пройти и посмотреть, что да, действительно, там этот рисунок есть. То есть в этом случае автор не говорит, это я построил, это я взял у каких-то других авторов, нет, он прям весь рисунок взял себе в работу, поэтому он взял и сделал вот такую ссылку. Кроме того, когда мы просто упоминаем работу, вот мы вообще никакую мысль из этой работы не развиваем, и здесь, смотрите, специально нашла вот такой пример, который оформлен по-разному, вот ссылка со страницы и ссылка без страницы, давайте поразмышляем, почему это, насколько это обосновано в данном случае. В первом случае нам говорят о том, что впервые понятия андрогогика, то есть о понятии, как обозначение науки такой-то, такой-то, применил тот-то в такой-то работе, и нам прям страница указана. То есть мы предполагаем, что если я пройду по этой странице, я там прям это понятие увижу, оно там будет как-то сформулировано, но автор не счёл необходимым сюда вносить цитату. Он просто отправил нас на вот эту страницу и по сути нам намекают, что если вы хотите посмотреть формулировку, вот, пожалуйста, в этом можете сделать танк. А здесь немножечко другой посыл. Нам говорят, когда это появилось в российской практике, и нас уже не направляют на понятие в принципе, то есть нам не подчёркивают важность самой формулировки, а нам говорят по сути период и работу, с которой начинается исследование в российской науке вот этого понятия. Поэтому нас отсылают к книге. Вот этот нюанс, друзья, понятен этими огонёчками. Просигнальте мне, пожалуйста, что вот эта мысль ясна, что когда мы ссылаемся, упоминаем чужую работу, мы можем действовать и вот так, и вот так, и то и другое в данном случае правомерно. Когда мы ещё можем с нюансами встретиться, когда мы видим работы по, опять же, вот специфика специальности, да, когда мы видим гуманитарные работы, история, философия, быстро хотела сказать, культурология, юриспруденция, всё, там вы не увидите никаких ссылочек, которые стоят в квадратных скобках, мы ссылаемся другим способом, это абсолютно допустимо в принципе, и это специфика специальностей, то есть, если вы готовите диссертацию по этим, в рамках этих наук, у вас не получится использовать квадратные скобки, потому что вы посмотрите чужие диссертации, вы посмотрите требования к вашим диссертациям, и вы увидите, что вам нужно будет оформлять ссылочки вот таким образом, то есть, ваша задача усложняется, поскольку на каждой страничке, на каждый источник, вы не просто поставите циферку и страничку, да, вам нужно будет неоднократно сделать правильное библиографическое описание того источника, откуда вы взяли ту или иную мысль, поэтому, конечно, этот формат сложнее, если есть выбор, выбирайте более простой способ, если выбора нет, естественно, делаем так, как нужно. Ну и еще один повод указать ссылку, это когда мы упоминаем свою работу. Как мы можем упомянуть свою работу? Вот именно упоминание своей работы, пример, представлен вам на слайде. Смотрите, это фрагменты диссертационной работы, и автор пишет, что представленный в диссертационной работе структурный анализ, он выше находится, там таблицы, графики и так далее, да, он тот, и здесь речь идет о том, что это позволило автору выявить закономерность, а вот закономерность расписана вот в этой публикации автора, и автор не счел нужным здесь повторяться, расшифровывать, да, он пришел к более глубоким выводам уже после статьи, и он их как бы представляет в диссертационной работе, но показывает, как он к этим выводам шел, опираясь вот на свою статью, упоминая свою работу, и тем самым указывая источник, почему здесь нет страницы, потому что, опять же, там фактически вся статья посвящена вот этой проблематике, ну и что касается самоцитирования в завершении, да, вот раз вот это упоминание это же своей статьи, да, нужно отметить, что самоцитирование мы ведем с вами точно по такому же принципу, как мы цитируем других авторов, то есть тоже должна быть обоснованность цитаты, обоснованность ее размера, обоснованность места постановки, ссылки, размещения ссылки, да, и если мы себя цитируем, мы точно так же, как чужого автора, заключаем в кавычки нашу цитату, если мы перефразируем свой текст и делаем отсылку на источник, то, как на слайде, который был выше. Ну, и смотрите, возвращаясь вот к самоцитированию и оригинальности, оригинальность, вот, например, процент и самоцитирование, то есть, по идее, по идее, сумма этих двух значений и означает, что вот оригинальный текст это вообще новое, то, что нигде не было опубликовано вами, это ваше и это абсолютно новое, а самоцитирование это тоже ваше, но которое было опубликовано и поэтому самоцитирование допустимо, но его размер должен быть обоснованным. У нас регламентов жестких по этому поводу установленных официально нет, но на практике вы с этим столкнетесь, когда пойдете в диссертационный совет. Ну, и еще буквально несколько моментов об оформлении при цитировании. Итак, если у нас есть чужой текст в виде цитаты, то мы обязательно окаймляем его кавычками, двойными кавычками. Ссылку на автора мы ставим после цитаты, то есть после того, как текст закрылся. Кавычку закрываем, открываем квадратную скобку, ставим ссылку, либо ставим сносочку и опускаемся вниз строки, вниз страницы и делаем библиографическое описание. Ссылку оформляем в соответствии с установленными правилами, но с учетом нюансов по своей специальности. Уже сказала медики, например, страницы вообще не ставят. Хотя это вроде бы как мы считаем как обязательное условие, чтобы страница стояла, но вот такая специфика. Ну и безусловно, если мы с вами имеем ссылку в тексте, конечно, особенно в квадратных скобках, мы же должны показать библиографическое описание этого источника, тогда она у нас находится, это описание находится у нас в списке литературы. И в этом смысле мы с вами независимо от того, это диссертационная работа или это у нас статья, такую связку устанавливаем между ссылкой и между списком литературы. Но если когда мы сейчас рассуждаем с вами про диссертационную работу, мы говорим есть специфика специальности, я прям заостряю ваше внимание на этом, то когда мы говорим о цитировании в публикациях, здесь мы в обязательном порядке с вами должны учитывать не специфику своей специальности, а требования издателя. Что за требования, на которые нужно обратить внимание? Какие ссылки использовать? То есть иногда вам напишут прямо какой стиль гарвардский, ванкуверский, то есть какой он, нам нужно понять, какое оформление должно быть. Второе, сколько источников, вот список литературы, 3, 5, 10, 25, то есть это журнал или это конференция, вам либо оргкомитет, либо издатель часто может прямо в требованиях указать не менее такого-то количества. И мы понимаем, что если у нас источник из списка литературы, то он у нас должен быть в ссылке и вот вам ответ на вопрос сколько у меня должно быть ссылок в статье. Только сколько у вас источников, не меньше, может быть больше, если вы на один источник сошлете несколько раз. Есть такие источники, которые некоторые издатели ограничивают во включении в список литературы. Например, статистические сборники, например, какие-то газеты или ссылки на электронные ресурсы, допустим, сайт какой-то, тогда мы же должны сослаться, мы должны показать, что это не наш текст. Тогда что мы делаем? Мы ссылку в тексте делаем на странице, размещаем вот это библиографическое описание того, откуда мы это взяли, но не включаем это в список литературы. Вот это допустимо в публикациях, в которых есть подобные ограничения у издателя, когда ссылка есть в тексте, но ее нет в списке литературы. Обратного быть не может. Если у вас есть ссылка, если у вас есть источник списки литературы, он у вас обязательно должен быть в ссылке, в какой-то, в каком-то виде ссылки представлен в статье. Ну и обратите внимание, есть ли какое-то ограничение у издателя на самоцитирование. Многие редакции устанавливают это ограничение, у кого-то 5, у кого-то 10 процентов. Это незначительный процент, но он может быть. Опять же, если там указано, что не более 10 процентов, это не значит, что вы вообще должны себя цитировать. Может быть, вам это не нужно, нет цели такой, поэтому вы это делать не будете. Ну и если мы говорим с вами опять же о нюансах, о точках запятых, где какие у нас знаки ставятся, то я, конечно, искренне вам рекомендую в этом смысле вебинары Татьяны Татьяны Телегиной по поводу, вот, пожалуйста, ссылки библиографические, ой, библиографические ссылки на электронные документы, обращаю ваше внимание, что это новый ГОС, да, и мы только прикасаемся к нему, начинаем им пользоваться, ну и в принципе по библиографическим описаниям тоже стоит посмотреть вебинар, если вот эти нюансы, чисто технические, мы с вами говорим только о содержательных нюансах, зачем я буду повторять Татьяну, да, она технические вещи вам все рассказывает тоже так же на открытых вебинарах, ну и вот эта взаимосвязь, ссылки, список литературы, буквально три мысли, с которыми я хочу с вами поделиться, которые очень важны для понимания, значит, мы с вами сказали, да, что у нас абсолютно точно, что если источник есть в списке литературы, мы стараемся сделать ссылку в тексте, может возникнуть вопрос, а это характерно для диссертации, а разве не может быть в диссертации в списке литературы источников, с которыми я ознакомился, но по какой-то причине не процитировал, опять же, вот таких регламентов жестких нет нигде, да, то есть в АК, по крайней мере, мы ориентируемся на требования ВАК, ВАК таких регламентов нигде не зафиксировал, поэтому в принципе такое возможно, надо ли делать это масштабным образом, я считаю, что ни в коем случае возникает вопрос, если вы эту работу прочитали, реально, вы ее прочитали, она вам что-то дала, вы просто сделайте упоминание этой работы, вы можете не делать цитату из нее, вы можете упомянуть, что именно, какую идею вы из нее взяли, что она позволила вам сделать, а если она такая бесполезная, что она вам вообще ничего не дала, зачем тогда вы ее размещаете в список литературы, просто для количества источников, а вдруг у вас именно вот этот источник проверят и увидят, что там на него нет ссылок, то есть вот это такая зона достаточной свободы, которую принимает решение, конечно же, вам, но я не советую много таких источников в списке литературы иметь, если же мы говорим о статье, то мы сейчас только сказали, что все, что есть в списке, оно есть в ссылках, ну и если детализировать, да, а какие источники нужно нам использовать, потому что мы с вами сегодня говорим о цитатах не только, не об этом оформлении техническом, а о сути цитирования, зачем нам эти нужны цитаты, да, и как сделать так, чтобы у меня все было корректно, красиво, достойно и с пониманием того, что я представляю свою работу без страха и упрека, потому что у меня все качественно сделано. Во-первых, выбираем круг авторов, которых мы будем рассматривать, не надо стремиться взять всех подряд, вот как начинающие исследователи говорят, я должен прочитать вообще всех-всех-всех, но если, например, эта работа в материалах конференции студенческая или магистранская, не обязательно вам ее изучать, не обязательно вам ее читать, размещать в свой список литературы, не обязательно на нее ссылаться, опять же, особенно, если вы пишете, например, докторскую диссертацию, то есть мы научную квалификацию автора-источника, которую вы берете, вы должны сопоставлять с той работой, которую вы пишете, нравится нам это или не нравится, как бы это странно не звучало, но это так. Что значит авторитетность автора в теме исследований? Есть авторы-бренды, без которых ваша тема не может быть озвучена, это что называется классики, это, я не знаю, пионеры в вашей теме, это люди, которые написали несколько монографий, они занимаются всю жизнь этими исследованиями, конечно, они у вас должны быть, конечно, вы таких авторов не только в список литературы, вы их должны цитировать, вы должны показывать, что вы с ними, с их работами знакомились, может быть, даже несколько работ привести. Ну и, конечно, мы учитываем глубину изучения темы тем или иным авторам, то ли это одна публикация, какая-то статья, то ли этот автор действительно глубоко изучает эту тему и вы можете эти материалы достойно представить и показать какое-то, в том числе, уважение этому автору проявить, показать его результаты исследований, насколько они цены в принципе в этой исследовательской теме. Второе, определяем обязательно годы изучаемых публикаций, то есть, опять же, это зависит от вашей темы, если у вас тема историческая или у вас там тема не историческая, но вы рассматриваете внутри эволюцию какого-то понятия, да, возможно, вам надо смотреть старые источники, если у вас тема прямо на острие, вот она прям свежая, свежая, значит, у вас будут самые современные источники. Кроме того, опять, если это статья, то, скорее всего, вы не сможете там какую-то огромную ретроспективу дать, и поэтому будет странно, если у вас одни старые источники, а если это диссертация, то, конечно, вы там можете более широкое поле исследовательское себе очертить, и там будет больше источников в принципе, и в том числе с точки зрения их вот каких-то временных, временного возникновения. Третье, делаем обязательно подборку профильных журналов, то есть, нам нужно с вами понять в рамках моего исследования, какие журналы для меня являются ведущими, опять же, журналами, в которых самые лучшие статьи, самые качественные авторы. Когда мы делаем такую подборку, и мы, может быть, вообще будем искать не по авторам, а именно журналы, прям вычитывать эти журналы и смотреть, что к моей теме относятся. Здесь, внимание, при определении источников для цитирования из журналов, пожалуйста, обращайте внимание, не хищнический ли это журнал. Мы с вами, давайте я даже в следующий раз, может быть, как раз мы будем про журналы с вами говорить, я как раз на это обращу внимание, как эту проверку сделать, потому что, естественно, если мы с вами ссылаемся на какой-то журнал, который нарушает своей деятельностью, научную этику, а мы на него ссылаемся, ну, в общем, это не очень, конечно, хорошо. Ну, и проверяем качество статьи. Что подразумевается под этим тезисом? Это очень важно, друзья, вот я сейчас завершаю, да, и вот эту мысль, очень хочу до вас донести. Безусловно, я не имею в виду, что вы будете экспертизу осуществлять этой статье и говорить, это хорошая статья или нет, я имею в виду совершенно другое. Я имею в виду, что мы с вами, вот вы нашли какую-то статью, вы ее прочитали, не важно, где вы ее нашли, вы, может быть, ее нашли просто в библиотеке, или вы, может быть, ее нашли на просторах интернета, да, вы обязательно должны ее проверить. Что это значит? У нас есть проект, который реализуется Анри, Ассоциации научных редакторов и издателей. Это база данных ретрогированных статей. Вот по этому QR-коду вы можете его сфотографировать себе, пройти в эту базу, и вы можете внести, вот, допустим, прям свои статьи, которые вы хотите процитировать, понять, они достойны того, чтобы их цитировать или нет, вы прогнать можете по этой базе и проверить каждую из этих статей. Что вы увидите, когда вы введете эту информацию? Перед вами откроется вот такая табличка, в которой будет указана статья, проблемная статья, и будет указана причина, да, по которой она является ретрогированной. И вот вы видите, самоплагиат с большим объемом повторений, неоформленное заимствование, плагиат, вы публикованы, то есть вы видите, что тут вот, например, неправомерное заимствование и прямо статья оригинальная представлена. То есть, конечно, друзья, когда мы цитируем кого-то, мы должны не только озадачиться правильностью оформления статьи, правильностью размещения ссылки и так далее, но и качеством самого источника, который мы цитируем. И если вы видите, что автор нарушил права других авторов, зачем мы будем цитировать его работу? Это вообще получается не его идея, это идея других людей. Поэтому, либо здесь вы можете перейти, это гиперссылки, вы можете перейти и посмотреть, что это действительно та статья, которую вы хотели, например, процитировать и убрать ее из своего списка литературы, либо вы можете это же сделать и через сервис e-library, зайти, найти там статью из своего списка литературы, если вы не хотите базу, например, эту трогать в ней разбираться, вы можете просто зайти на e-library и вот так будет выглядеть статья, которая ретрагирована. На такую статью ссылаться не нужно во избежание того, чтобы у вас не было ощущения, что вы не совсем добропорядочных авторов поддерживаете. Ну и, соответственно, опять же, если мы говорим о списке литературы, о том, а как его технически оформить, какие там точки, запятые и так далее и тому подобное, опять же, вебинар Татьяны Телегиной по поводу состава, структуры и так далее, списков литературы, там все нюансы, то есть, прекрасно дополнит наш вебинар, вот эту содержательную часть, технической частью я с радостью вам рекомендую. Ну и, конечно, друзья, я, как всегда, вас задержала, прошу прощения, вот, я, конечно, с радостью вас приглашаю на следующую нашу встречу, задавайте вопросы, если они у вас есть, я сейчас отвечу, а буквально расскажу, что вот в следующую нашу встречу мы с вами поговорим как раз-таки о публикациях в рецензируемых журналах, о том, как их отбирать, о том, какие там тоже могут быть нюансы, поэтому я думаю, что тоже будет полезно, пожалуйста, приходите. Ну и, естественно, естественно, я вас приглашаю присоединиться к курсу, если тема подготовки диссертационной работы для вас актуальна. Я благодарю вас, друзья, что вы были вместе со мной, я надеюсь, что вам было полезно, так, я вижу, что здесь есть сообщение, я сейчас почитаю и отвечу. Так, согласно, важно упомянуть в тексте, если имеется источник, чтобы не было проблем. Да, Так, для подборки статей используются по своей, даваем его в инеран, для родноэтичных источников, чтобы не попасть. Да, Таисия, я буквально, абсолютно с вами согласна. Друзья, кстати, это очень хороший лайфхак, если вы работаете в какой-то организации, где уже есть свои отобранные списки, да, конечно, вы их используете, конечно, вы не совершаете эту работу повторно, экономим свое время, ценим его, да, так, полезно, даже то, что вроде бы знали, повторили, что у нас не бывает, отлично. Благодарю, друзья, рада, что это было полезно, я тогда с вами прощаюсь. А, у нас еще во вкладке вопросы вижу, так, то есть, так, так, ваш курс предназначен для тех, кто планирует написать и защитить кандидатскую диссертацию или для докторской, тоже полезен. Курс предназначен и для аспирантов, и для докторантов, то есть, для тех, кто трудится и над одной, и над другой диссертационной работой, мы прям там выделяем отдельно, в докторской вот так, в кандидатской вот так, нюансы вот такие, здесь нужно делать вот таким образом, здесь нужно делать вот таким образом. у нас традиционно процентов 30 на курсе, это люди, которые готовят докторскую диссертацию, поэтому, пожалуйста, если актуально, приходите. Самое новое, все самое актуальное, все самые новые документы и так далее, и тому подобное. Ну что, друзья, я благодарю вас за то, что вы были сегодня вместе со мной, рада была нашей очередной встречи, жду нашей следующей встречи, всего замечательного, хорошего дня, я с вами прощаюсь, до свидания.